Исчезновение атомохода. Глава первая. 1976 год. Море Лаптевых. Район 80-го градуса северной широты близ Новосибирских островов. 11 часов 3 минуты по местному часовому поясу. Радиорубка атомохода. Валентин Шелестяк, радист узла связи, откинулся в передвижном кресле, поморщился и снял наушники, переключив аппаратуру на динамики. От громкого шума покалывало виски. Где-то он однажды читал, что музыка для человеческого слуха слышна в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Это предел слышимости. Тут и проверять было нечего. От скуки и безделья Валентин решился на своеобразный опыт. Сможет ли его ухо выдержать громкость звука выше по регистру той, о которой он читал? Получилось даже забавно. Если бы не брабанные перепонки, готовые выскочить на соседнюю палубу, вполне можно слушать и дальше. «Да уж нет!» – прорал он зеркало, висевшему напротив, перекрикивая бешеный шум динамиков. «Глухим я себя не сделаю!» В рубке связи царил тот творческий беспорядок, когда от нечего делать совершенно забываешь об уборке. На столах с аппаратурой, валялся вчера забытый стаканчик с остатками кофейной гущи, рядом сиротливый лежал блокнот с набросками обнаженных женщин, любимым хобби Валентины. Тут же примастился вахтерный журнал, в который и заносить-то было нечего. Их экспедиция продолжала двигаться своим ходом за последние дни, не претерпев никаких кардинальных перемен. Все было скучно, однообразно, уныло. За бортом сплошные белые поля, ледяного покрова, ни земли, ни островов, ни чаек, ни души. Одни снега, как сказал бы их старпом брянцев, суровый мужик 45 лет. Самому Валентину было едва за тридцать, сейчас он сидел в рубке и бездельничал, сменив своего напарника полтора часа назад. До сдачи дежурства оставалось четыре с половиной часа, трубку заглянул Кузьмич, старший механик ледокола. Этому было уже за пятьдесят. Скучаешь? А что делать? Эфир пустой, какие сутки. Ни ответа, ни привета с материка. Плывем, как в вакууме, кругом лед, ни души. А ты все голых баб рисуешь. Посмотрел бы я на тебя от безделья, через каждый час отстукивая на ключи позывные, чтобы нам хоть кто-нибудь ответил, все напрасно. Мы как в каком-то глухом коконе. Нас не слышат, мы не слышим. Что там на мостике? Капитан в гневе. Ну, ясный перец. Сколько уже плывем в пустом радиомолчании? Такое ощущение, что о нас попросту забыли. Или потеряли? Налива кофе, загадочно добавил тот. Как это, потеряли? Запросто. Океан-то велик. Но не с нашим же оборудованием. Стационарные приемники одни из лучших в мире. Уступают только американцам и японцам. По ним можно ловить хоть Австралию, хоть Антарктиду. Ты еще до Марса доберись, хмыкнул Кузьмич. Толку от твоих приемников, если даже Новосибирские острова поймать не можем. А они ближе всех. Порт Тикси тоже молчит. Вот я о том и говорю. Возлился Валентин. Аппаратура в порядке. Все работает по часикам, а поймать радиоволну не в силах. Капитан послал меня, чтобы я узнал, вышел кто на связь. Передай, что ни хрена не вышел. Мы как на Титанике. Сами передавать можем. А получать радиограммы тишина, как в желудке у негра. Почему у негра? Поднял брови Кузьмич, отпивая кофе, направляясь к двери. Потому что пусто, тундра ты недалекая. Когда же полный он урчит? А когда голодный нет? Нет. Шелестяк только отмахнулся. Кузьмич покинул рубку и направился к мостику, поднимаясь на две палубы выше. Командиру судна он нес второй стаканчик с кофе. Атомный ледоход пятого поколения 1969 года выпуска, флагман советского антарктического флота, приписанный к порту Тикси, имел водоизмещение 16 тысяч тонн. Четыре палубы и девять лабораторий. Почти 100 метров длиной он нес в себе три мощных двигателя, установки по 55 мегаватт каждая, питающаяся от ядерного реактора. Атомоход шел в пустынных ледяных полях уже третью неделю, постепенно и методично удаляясь от новосибирского архипелага навстречу географической точке Северного полюса. Миновали под днищем котловину подводников. Донеслось в капитанской рубке. Приближаемся к котловину Амонцина, ребята. Подводников? Так и названо? Да, в честь подводников. Спасибо, объяснил. Хохотнул кто-то. В рубке находилось пять человек. Отдав капитану кофе, Кузьмич подошел к старпому Брянцеву. Командир все еще в ярости? Даже не знаю, как его назвать. Шкипер? Начальник экспедиции? Просто капитаном. Шкиперы на других суднах. Ты не заметил свечения над верхней палубой. Какая-то светящаяся сфера окутывает внешнюю антенну уже вторые сутки. Вот Данилыч и бесится. Думает, что из-за этого мерцающего облачка вся наша пустота в эфире. Это в лаборатории что-то наколдовали? Пожал плечами Кузьмич. Вчера мимо меня промчался взъерошенный толик лаборант. Даже не обратил внимания, что едва не столкнулся плечом. Бросился куда-то в отсек переборки, причитая на ходу. Что причитая? Да бес его знает. Схватился за голову и промчался. Что-то в смысле какого-то прокола во времени. Чего? Вот и я толком не понял. Они там у себя при опытах. Якобы прокололи какое-то временное пространство, что ли. Какую-то временную петлю. Чем прокололи? Как прокололи? Когда? Куда? Я так и не расслышал. Парень умчался наверх к внешней антенне. Наверное, как раз посмотреть, каким таким облаком её окутало. И что? Я последовал за ним, крича во всю горло «Толик, Толик». Когда поднялся к узлу антенны, ни Толика, ни кого другого из экипажа не увидел. А вот свечение какое-то действительно было. На что оно похоже? Да... Кузьмич цокнул языком, подыскивая подходящее определение. На мерцающее облачко ты правильно выразился. Как светлячки во мраке. Как огни святого Эльма. Помнишь, в морских поверьях бывалые матросы боялись этого атмосферного явления, светящегося на мачтах, мне тоже стало не по себе. И Данилыч об этом знает? О свечении? Да. Наверное, знает. Толик ему каждую смену обязан докладывать об опытах в лаборатории. Вдруг что-то пойдёт не так. Капитан ледокола должен знать первым. Вот, видимо, и пошло что-то не так. Иначе бы наш сдержанный Данилыч не пребывал сейчас в такой ярости. Пойдём взглянем на антенну. Сейчас сдам вахту. Обожди меня на четвёртой палубе. Я сразу за тобой. Кузьмич вышел. Брянцев сдал вахту сменщику и, кивнув капитану, последовал за старшим механиком. Поднявшись на последний уровень пятиэтажного ледокола, оба полярника миновали несколько переборок, мостиков, отсеков, технических помещений и кают. Узел внешней антенны располагался на крыше трансформаторного блока, вращаясь своим параболическим зеркалом, словно телескоп в обсерватории. Рядом стояли два матроса, переговориваясь между собой. «Говорю тебе, первый гражданский атомоход «Ленин» был спущен на воду в пятьдесят девятом году, спроси у нашего капитана, а Арктика больше нашего аж на пятьдесят метров, и водоизмещение у неё двадцать три тысячи тонн, на семь тысяч тяжелее. На том и на том ледоколе нет такой антенны, способной уловить орбитальные спутники Земли». «О чём толкуете, ребята?» Подошёл Брянцев, задрав голову к вращающемуся аппарату. «Об антенне, товарищ Старпом», подтянулись те, указав вверх. «Только что видели, как она окуталась каким-то свечением, словно в детской игрушке калейдоскопа. Померцало, вспыхнуло огнями и угасло. Несколько раз подряд. Вот ждём следующего мерцания. Не знаете, что это? Прежде такого никогда не было. Я третий год на судне». «Знаю, Васильчиков, знаю. Что-то исторожило в ледоколе. Мы вот со старшим механиком сами пришли выяснить причину. Говоришь, мерцало». «Не просто мерцало. Сначала окуталось какой-то дымкой, потом загудело и завибрировало. Показались бегающие огоньки». Он помедлил. «Ну, знаете, типа таких, как на праздничных ярмарках или каруселях, только огоньки были не разноцветные, а неоновые». «Какие?» «Неоновые, как в лампах дневного света». Кузьмич с Брянцевым переглянулись. Старпом невесело нахмурился. «Вот что». Указал он кивком на люк нижней палубы. «Идите отдыхайте после дежурства. Мы сами тут поколдуем, пока ничего никому не говорите, хорошо?» Оба матроса пожали плечами. «И позовите сюда Толика из лаборатории», крикнул вслед Кузьмич. «Скажите, что старпом вызывает». Матросы, по-прежнему, оглядываясь на антенну, удалились. «Что думаешь?» Спустя минуту озабоченно спросил Брянцев. «Если и Васильчиков такого прежде не видел, то дело действительно пахнет керосином. А он уж три года на судне. Почти на берег не сходит. Сирота, без семьи и всё такое. Постоянно ледоколе. Почти живёт здесь. И причём безволозно». Брянцев продолжал следить за антенной. На палубе больше никого не было. Колючий со снежными иглами ветер пробирал меховые куртки, оставляя неприятные ощущения. К этим ощущениям прибавилось и что-то тревожащее душу. Что-то такое, чего оба полярника ещё не могли понять. «Чувствуешь то же, что и я?» «Примерно». Пояжился Кузьмич, доставая неизменную трубку, заранее набитую табаком. Подкурил, прикрываясь от ветра, задрал голову и бросил тревожный взгляд на узел агрегата. Тот застыл на месте, прекратив обороты вокруг своей оси. «Смотри!» – дёрнул он за рукав собеседника. «Сейчас начнётся. В тот раз антенна тоже остановилась, прежде чем окуталась сиянием». И действительно. По застывшему штырю параболического зеркала пробежало какое-то свечение, раздался тихий гул. Узел завибрировал, словно подвергся к какому-то воздействию извне, вокруг в радиусе нескольких метров сверкнуло мелкими зигзагами молний, пробежавшись разрядом по корпусу. Трансформаторный блок окутался зыбким мерцанием, вспыхивая едва заметными огоньками тусклого неонового света. «Васильчиков прав», – отчего-то шёпотом выдавил Брянцев, с опаской отступая от трансформаторного блока. «Светится, как в дневных лампах. Сейчас чего доброго шарахнет разрядом». «Похоже на лучи Николы Теслы», – добавил, понизив голос Кузьмич. «Я такие видел по телевизору, передача очевидная невероятная, которую капица ведёт. Заметил, как извиваются? И трещат нестерпимо». Оба поморщились от неприятных звуков, проникающих в барабанные перепонки, свечения и гул нарастали, перекрывая даже грохот ломающихся под нищим льдин. Этот крошащийся шум преследовал атомоход повсюду, когда он вступал своей мощной громадной конструкцией в пределы расположения ледяных полей. За спинами отворился люк, и на палубу выскочил запыхавшийся младший научный сотрудник лаборатории. «Я здесь вызывали?» и замер, открыв рот. Крик изымления так и не успел вырваться наружу. Его опередил вспыхнувший ослепительный свет, заставивший всех троих зажмурить глаза. Сполох свечения был настолько ярок, что Толик едва не ослеп. «Прикрой глаза!» – крикнул старший механик, в свою очередь закрыв их рукавицей. «Что это?» – пролепетал Толик. «Откуда?» «Это мы тебя должны спросить. Что вы там к чертям собачьим натворили в своей лаборатории?» «Я…» – запнулся молодой лаборант. «Я не знаю, я только помогал. Меня послали вчера посмотреть на антенну, но я ничего необычного не заметил». «Да? Может, и сейчас не замечаешь?» «Сейчас замечаю». Все трое стояли ошеломленные, в испуге наблюдая, как узел антенны подвергается атаке какого-то неизвестного силового поля. Мерцающее облако, окутывая антенну и агрегат установки, расползалось пульсирующим пятном, клубясь словно дым над печной трубой. Запахло озоном, мерцание усиливалось с каждой секундой. По телам полярников прошла дуга электрического тока, теперь вибрировала вся верхняя палуба. Где-то сочилась вода. Переборки и рукоятки мостиков покрылись светящимися точками. Зигзагообразная молния, вдоль секунды прочертившая во всех направлениях пространства, ударила в ноги Брянцева. «Назад!» – заорал он, рванув Толика на себя. «Сейчас долбанёт!» Кузьмич, получивший разряд, прошивший его сквозь тело, стал заваливаться на бок, потом внезапно всё стихло. Антенна пришла в движение, вибрация исчезла. Старпом, убедившись, что Кузьмич в порядке, только немного в шоке, схватил парня за воротник, силой встряхнув. «Я тебя спрашиваю без тебя в горло, какие вы опыты там проводили?» Толик хватал ртом воздух, не приходя в себя от потрясения. «Я не знаю», – заикаясь, почти всхлипнул он. «Экспериментами заведует Степан Михайлович, я только помогал». «Сколько вас в лаборатории?» «Четверо». «Это только в одной, а в остальных восьми?» «По двое. Остальные лаборатории числятся в помощниках эксперимента». «Степан Михайлович – это тот, которого к нам приставили из Мурманска? Хренов академик какой-то?» «Так точно. Рябышев его фамилия, он сел к нам на ледокол в Тикси». «С позволения капитана?» «Да. А Валентин в радиорубке получил какую-то секретную радиограмму, предписывающую взять Рябышева на борт». «Ещё что знаешь? Говоря немедленно». Старпум продолжал трясти бедного парня, по-прежнему оглядываясь на вращающуюся антенну. Окутавшее его, облако исчезло вместе с мерцанием огоньков, но воздух остался наэлектролизован до предела. Каждый волосок на теле стоял дыбом, казалось, всё пространство трещало от невидимых разрядов. «Знаю, что опыты с проколом пространства должны были начаться, когда мы под нищим пройдём котловину Амунсена». «И что?» «Вчера мы к ней подошли. Степан Михайлович с остальными участниками проекта приступил к эксперименту». «Какого эксперимента?» «Есть название». «Но это...» – запнулся Толик. «Это же секретная информация». Попытался высвободиться он от крепкой хватки Брянцева. «Ты не забыл, что я старший помощник капитана, его заместитель. Выкладывай, иначе поведу тебя прямо к нему. Он знает о результатах опыта. Есть ли они вообще, эти результаты, кроме тех, что я сейчас видел?» «Ваш рябышев что? Хочет к чёртовой матери потопить корабль? Кто дал ему право заниматься какими-то сомнительными экспериментами на нашем ледоколе?» «Распоряжение поступило из столицы», – едва пролепетал Толик. «Я край муха слышал, как Степан Михайлович говорил своему лаборанту, что как только судно минует котловину Амунсена, они произведут прокол во времени». «Каким образом это происходило?» «Не знаю. Меня не допускали к агрегату». «К агрегату?» «Да, там в лаборатории они собрали какой-то мощный генератор с силовыми установками. Вчера запустили, и сразу начался оврал». «Что начался?» «Оврал, самотуха. Что-то пошло не так. Генератор заработал, выдав в помещение лаборатории нешуточный заряд энергии. Двоих отбросило к пульту отправления. Сам Рябышев получил разряд электрического тока, сползая на пол. Меня почти парализовало. Помню только, как он закричал, чтобы я побежал к внешней антенне проверить, работает ли она. Вот я и помчался». Парень виновато бросил взгляд на Кузьмича. Едва не сшиб вас с ног. «Это всё?» Спустя несколько секунд раздумий спросил Брянцев. «Всё. Вернулся в лабораторию, доложил, что антенна крутится, получил указания от руководителя проекта, пока ничего не говорить капитану». «На каком основании?» «Он показал мне правительственную радиограмму. Проект должен оставаться в секрете до той минуты, когда будет выявлен окончательный результат». «Какой?» «По изначальному плану эксперимент предполагал собой прокол в пространстве, выйдя из которого, ледокол со всем экипажем должен оказаться в совершенно ином отрезке временных эпох планеты». Толик беспомощно умолк. Кузьмич присвистнул. «Ничего себе картинка вырисовывается! После эксперимента мы должны оказаться в абсолютно ином времени?» «Так точно». «И в каком именно?» «По мнению Рябышева, какой-то эпохи восемнадцатого или девятнадцатого века». Кузьмич присвистнул вторично, поднимаясь на ноги. «Мать господня, перемещение во времени. И не где-нибудь, а у нас на ледоколе. Это что творится? Академия наук не могла подыскать более подходящего места. Вообще там с катушек съехали». «Как раз и планировали в ледяных полях произвести эксперимент, чтобы не зацепить какое-нибудь пространство с людьми». «Да, а наш экипаж не люди. Можно в расход отпускать случай неудачного перемещения». «Ну, всё пошло не так». Закончил Толик, виновата заикаясь, будто сам был руководителем проекта. «Что-то не сработало, что-то вышло из-под контроля. Произошёл непредвиденный сбой. Сейчас я увидел то, что должно было произойти с антенной ещё вчера». «Позавчера», – поправил его Кузьмич. Брянцев по-прежнему держал в заворотник младшего лабиранта, лихорадочно что-то обдумывая. «Позавчера», – повторил старший механик. «Я бросился за тобой, но у тебя и след простыл. Как раз заметил остановившийся блок антенны, окутавшийся мерцанием. Тогда тоже палуба дрожала от вибрации». «Выходит, дружочек, что из твоей памяти исчезли целые сутки», – задумчиво резюмировал брянцев. «Вот что», – обернулся он к старшему механику. «Веди его к капитану. Пусть он расскажет Данилычу всё, что знает». И, видя, как Толик пытается протестовать, решительно добавил. «Да-да, расскажешь всё, что только что поведал нам. Без вопросов. Или хочешь быть соучастником гибели экипажа?» «Но ведь радиограмма», – пролепетал младший лаборант. «Правительственная». «Никакая она нахрен не правительственная», – взорвался брянцев. «Просто прислали из Мурманска. Какая-то кучка выживших из ума гореучёных, помешанных на пресловутой машине времени. В кавычках. Выпросили разрешение у раса там флота поколдовать что-то в лабораториях ледокола. Им дали в распоряжение наше судно, вот и всё. «А как же Рябышев?» – бессильно прошептал Толик. «Он ведь взял с меня слово никому не рассказывать». «Ты кому подчиняешься, сынок?» – ласково спросил Кузьмич, отчего-то прислушиваясь к звукам за бортом. «Нашему капитану атомохода или какому-то академику, которого увидел первый раз в жизни?» «Так-то оно так», – неуверенно выдавил из себя бедный парень. «Всё, разговор окончен. Веди Кузьмич нашего лабранта к Данилычу». «А ты?» «А я». В голосе Старпома послышались нотки нешуточного гнева. «А я, пожалуй, нанесу визит вежливости к этому академику, чтоб его черти сожрали. Пора познакомиться с загадочным элементом, проникнувшим на наше судно. Такие ли у него полномочия, что нельзя ставить в неизвестность даже капитана?» Толик покорно поплёлся вслед за старшим механиком. «Как переговорю с Рябышевым», – крикнул Брянцев напоследок. «Узнаю, в чём весь цербор, что это ещё за хреновое перемещение в проколах времени?» «Так сразу вернусь на мостик, так и передай Данилычу». «А с Васильчиковым и с тем парнем что делать?» «Вызови тоже. Пусть наш капитан с ними потолкует». На палубе было пустынно. Бросив озабоченный взгляд на вращающийся блок антенного агрегата, все трое устремились в переходы бесчисленных переборок, этажей и платформ. Напоследок Кузьмич хотел было подойти к борту, свесившись через него, чтобы развеять какие-то непонятные сомнения, прокравшиеся в его душу. «Что-то было там не так за этим бортом. Какая-то небывалая тишина, ни скрип альдин, ни грохота ломающихся под днищем торосов, ни звуков крошения, подозрительное безмолвие, как в романах Джека Лондона», – подумал он. «Странно всё это. Вначале непонятное облако, окутавшее антенну, затем рассказ молодого парня о каких-то проколах и загадочном полуумном академике. Теперь сплошная тишина за бортом, звенящая и необъяснимая, словно они попали в какой-то вакуумный кокон. И тишина в эфире, о которой говорил Валентин из радиорубки. Их никто не слышит, не видит, не замечает на радарах и орбитальных спутниках, что это как не какое-то тревожное знамение. Куда их приведут эти чёртовы опыты с перемещением, а если уже забросил их к чёрту на куличики, необходимо срочно доставить этого парня на капитанский мостик, заодно взглянуть на локацию, на приборы, на радары, где звуки крышащегося льда, почему они плывут в такой сплошной тишине. С этими мыслями Кузьмич вёл Толика сквозь этажи переборок. Брянцев тем временем уже подходил к лаборатории, с удивлением отметив про себя, как несказанно пусто стало на корабле. Ему не попалось ни одного матроса, ни в лабиринтах переходов, ни на палубах, ни в отсеках и каютах сочилась вода, всё было тихо. Лили ещё два часа назад отпустила Катю с Верой отдохнуть, после того, как они закончили приготовление обеда для экипажа. «Пора бы уже вернуться помощницам», думала она, выкатывая большой чан с приготовленным супом. Катить на колёсах такую громаду было для Лили не по сильным делам, а тут, как назло, куда-то провалился их завхоз по камбузу Прохор. Старику было под 60, и при первой возможности хитрый дед всегда прятался, чтобы употребить стаканчик другой венца, предназначенного только для членов капитанской рубки. Откуда он его добывал, одному богу известно, все на камбузе знали эту, в общем-то, безобидную слабость Прохора, но капитану, разумеется, не докладывали. У того и так хватало забот, особенно в последние дни, когда их судно шло во льдах в сплошном пустом эфире, не получая совершенно никаких известий с материка. Старпом брянцев знает, и то хорошо, думала Лили, вкатывая тележку с чаном в обширную кают-компанию, на находившуюся ниже палубой, как раз под блоком внешней антенны. Что произошло наверху у антенного узла, она, разумеется, не знала. Две помощницы, Катя и Вера, вот-вот должны были вернуться на кровать столы, а Прохор, очевидно, прикорнул где-нибудь в углу после лишнего стаканчика, что с ним случалось почти регулярно. Вот-то где. Ласково позвала она упитанную кошку Мусю, любимицу всего экипажа, которая чувствовала себя на ледоколе полноправной хозяйкой, поскольку была принесена сюда еще месячным котенком. За три с половиной года она отъелась на камбузе, возмужала, превратилась в настоящую мадмуазель с красивой лоснящейся шерстью, свинцой прохаживаясь по лабиринтам переходов и отсеков. «А я тебя зову-зову, рыбки приготовила». Муся потерлась о колесо тележки, вяло мяукнув. Лиля оставила чан, рефлекторно бросила взгляд на стенные часы и нахмурилась. Сталы не накрыты, миски с кружками не расставлены, хлеб не нарезан. «Прохора не видела?» Шутку обратилась она к кошке. Та только дернула хвостом, продолжая кружиться у ног. Только теперь Лиля приметила нечто непонятное в помещении кают-компании, их камбуз располагался по соседству, таким образом тоже находясь прямо под антенным блоком. И вот что странно, отметила она про себя автоматически, еще не осознавая, в чем именно заключается странность. Стены внутренней обшивки прямо на ее глазах бликнули каким-то матовым светом, словно сквозь стыки панелей пробивалось наружу призрачное свечение, заставившее девушку пристально всмотреться. Нет, это были не стены. Она задрала голову вверх, светится сам потолок, да осветился так, что все предметы и мебель в кают-компании почему-то отбросили на стены свои зыбкие тени. Они-то и привлекли ее внимание. Тени будто плясали, подобно тому, как вокруг костра танцуют какие-то зловещие шаманы древних поверий, у Лили по спине пробежали мурашки. В полнейшей и внезапно наступившей тишине она поежилась, чувствуя, как воздух в помещении наэлектризовывается, поднимая торчком волосы на руках. Что-то необъяснимое, похожее на панический тотальный страх, сковало ее движение. Музька жалобно мяукнула, потолок светился каким-то матовым светом, пробиваясь зыбкими лучами сквозь стыки обшивки, создавая иллюзию пляшущих теней. По-прежнему находясь в некоем подобии внезапно нахлынувшей тревоги, девушка бессознательно проводила взглядом мелькнувшую под потолком змеевидную молнию сотнями зигзагов, пробежавшую по стенам. Спышка света едва не ослепила ее, заставив вскрикнуть от неожиданности, муська кинулась под тележку с чаном, едва не сделав под собой лужу от страха. «Эй!» – крикнула с хрипом Лиля. «Кто-нибудь! Есть кто на палубе?» В ответ была полнейшая тишина. Только сейчас она заметила, что корабль не издает абсолютно никаких звуков, ни внутренних, ни внешних, не было слышно знакомого гула мощных двигателей, не доносилось грохота ломающихся под днищем льдин, который присутствовал все эти дни, сопровождая экипаж с утра до вечера в течение любых суток, пока их ледокол шел в сплошных ледяных полях арктического региона планеты. Не было слышно отдаленных переговоров или криков матросов за перегородками, молчало даже внутреннее радио, прикрепленное к стене, по которой сейчас бегали тонкие стрелы зигзагообразных молний. Впадая в истерику, что ее может прошить разряд электрической дуги, девушка медленно стала оседать на пол, хватаясь за поручни тележки. Еще секунды, и Чан с горячим обедом повалился бы вместе с ней, выплескиваясь на полкают компании. Именно в этот момент в проеме дверей показалась голова Валентина Радиста. Увидев, что девушка теряет сознание, он одним махом ворвался внутрь, перемахнул через тележку, подхватил лилю и прижал к себе, еще не понимая, отчего у той приключился с той неожиданный обморок. «Шелестяк!» Едва не прохрипела она от бессилия. Обмягшее тело приняло устойчивую опору в виде мужественного плеча Радиста. «Ох, напугал же ты меня!» «Я?» – опешил Валентин. «Наоборот, кинулся приводить тебя в чувство». Секунду она смотрела на него непонимающим взглядом, потом перевела ракурс зрения за его спину и вскрикнула. Валик обернулся, продолжая сжимать ее в объятиях. Особенно мощный разряд витиеватой молнией прошил, казалось, стену насквозь. Вдоль секунды, исчезнув под их ногами, запахло озоном. «Что это?» – пролепетала девушка, шарахаясь вместе с Валентином в сторону. «Бежим отсюда!» – заорал он, хватая его хапку, увлекая к дверям. «У меня такая же хренатень в рубке! Светится вся, как гирлянда новогодней елки!» Они выскочили в коридор, ошеломленные, изумленные и опешившие от страха. Следом за ними к ногам метнулась кошка, шерсть на ее спине стояла дыбом, Лиля рефлекторно подхватила ее на руки, остановившись, чтобы бросить взгляд назад в кают-компанию. Молнии исчезли, но все помещение со столами, стульями, посудой и прочей мебелью продолжало по-прежнему светиться изнутри неоновым призрачным светом. «Что это, Валик?» – с выдохом повторила она. «Не знаю», – запнулся тот, заглядывая внутрь через порог. «Одно могу сказать, в радиорубке такое же свечение. Возникло несколько минут назад. Полоснуло по потолку молний, передатчики едва не разнесло в куски. Я выпрыгнул наружу, постоял, покричал кого-нибудь, в ответ тишина. Я тоже кричала. И что? Ничего, никто не ответил». Несколько секунд они стояли в полном оцепенении. «Ты заметила, что судно не издает никаких звуков?» «А-а», – схлепнула Лиля. «Ни крохот льдин, ни шума двигателей…» – Валик кивнул, подтверждая. «Точно. Мало того, не чувствуется даже вибрация самого ледокола, какая бывает при движении сквозь ледовые поля. Такое ощущение, что мы внезапно остановились, и нас затерло среди громадных льдин». «Что будем делать? Ни Прохор не явился, ни девочки мои. Обед накрывать некому, я же одна не справлюсь». «Ты сейчас думаешь именно об этом?» – опишил Валик. «После всего, что мы видели в кают-компании?» «Это чёртово свечение едва нас не шарахнуло молниями, а ты думаешь об обеде?» «Но ведь должны же сейчас съявиться Вера с Катей!» – жалобно протянула она. «Прохор, пусть и поддатый, экипаж опять же, мы их покормим в три захода и…» – осеклась, прерванная валиком. «Есть кто на палубе?» – проорал тот в полнейшей абсолютной тишине, поворачиваясь в разные стороны. «Отзовитесь кто-нибудь! Васильчиков?» «Толя, Кузьмич, кто вас слышит от меня?» Судно молчало. Молчали переходы отсеков, молчали лаборатории, каюты, технические помещения и трюмы, молчали палубы, молчал весь ледокол. Лиля медленно сползала спиной по стене переборки, ухнув от безнадёжности. «Ты что-нибудь понимаешь?» – тихо спросила она почти шёпотом, прижимая притихшую муську. А бес его знает. Валик стоял на дне в бессилии, почёсывая от досады затылок. «Единственное приходящее на ум то, что в этой части палубы мы одни. Дальше по коридорам и переходам идут лаборатории и отсеки с хранилищами. Твой камбус, технические склады, моя рубка. Но когда я пробирался сюда, в кают-компанию, крича во всё горло, мне также никто не ответил. Следовательно, что?» «Что?» «По всем вытекающим признакам ни в одном из помещений, включая и лабораторию, сейчас никого нет». Он секунду помедлил, затем зловеще с каким-то придыханием протянул «ни-ко-во». И замолчал, безнадёжно опустив руки. Спустя несколько секунд вдруг встрепенулся. «Стоп. Лаборатория, мать их в печёнку. Я же получал какую-то радиограмму насчёт этого хренового академика, что мы взяли на борту в порту. И что?» «Кузьмич говорил, что они там закрылись от всех, творили какие-то бесовые опыты. Что-то там насчёт проколов во времени». Якобы слышал, как пробегавший мимо него Толик, ну, ты знаешь, парень тот из лаборантов. «Конечно знаю. Кормлю-то я всех, включая и простых матросов». «Да, точно, так вот». Валик замялся, что-то вспоминая. Кузьмич якобы услышал, как взъерошенный Толик, пробегая мимо него, бормотал что-то о каких-то проколах во времени. Помчался на верхнюю палубу к внешнему блоку антенны. Что-то, по-видимому, у них там в лаборатории произошло, что-то стряслось, непредвиденное. И Кузьмич последовал за Толиком к той антенне. Он мне сегодня утром об этом рассказал, когда забегал в рубку, прежде чем отправиться к старпому Брянцеву и Даниловичу на капитанский мостик. «И что?» «А то, ангел мой, что нам срочно необходимо подняться к той антенне. Если людей здесь никаких нет, то может там кого обнаружим, верно? И век же нам тут куковать. Думаешь, застанем кого-нибудь? Но при чём тут антенна?» «Не знаю. Однако, по всей видимости, она каким-то образом связана с этими бесовыми опытами, что проводил Рябышев в лаборатории». «Рябышев?» «Да. Фамилия этого полуумного идиота с учёной степенью, что поднялся к нам на борт». «А-а-а», – протянула Лиля, поднимаясь. «Видела. Сам он в столовую не спускался, посылая за едой Толика». «Вот-вот», – подхватил Валентин. «Толика. Он у них там в качестве ассистента, что ли? А когда видела самого Рябышева?» «Да когда он поднимался по трапу на борт?» «Мы с Верой и Катей как раз получили продукты на все месяцы плавания. Он прошествовал мимо нас такой степенной, возвышенной, даже не поздоровавшись. Следом за ним несколько грузчиков тащили какие-то необъёмные ящики с контейнерами, мешки, баулы, колбы, канистры, целые катушки проводов. Я ещё подумала, оборудование какое-то». «Точно. Вот этим оборудованием они там у себя в лаборатории и занимались, о которых говорил Кузьмич. А антенна, как мне думается, является неким узлом портала перемещения». «Чего?» – протянула Лиля, следуя за радистом по лабиринтам переходов, поднимаясь на верхнюю палубу. «Какого ещё перемещения?» «Не знаю. Но то, что моя радиорубка, светящаяся кают-компания и твой камбус находятся как раз под антенным блоком – это факт. Очевидно, те молнии и непонятное свечение проникли сквозь потолок именно из антенного узла. Иначе чем объяснить тот кошмар, что мы только что испытали? Ты когда-нибудь видела, чтобы в закрытых помещениях, при полном отсутствии каких-либо звуков, светились стены и зигзагами чертили молнии во всех направлениях, я – нет». Переговариваясь таким образом, они миновали несколько отсеков с переходами, мостиками и перегородками. Вокруг было пустынно, тишина, окутавшая весь корабль, была точно звенящей, отчего становилось гораздо страшнее, во всяком случае, для девушки. Несколько раз Валентин порывался что-то кричать в пустоту, но в ответ раздавалось только его собственное эхо, отражённое от стен. Вращаясь ступлёнными глазами, Валик всё более убеждался, что в этой части огромного судна они находятся одни – девушка, он и кошка. Он уже было хотел повернуть к капитанскому мостику, когда к ним навстречу вдруг выскочил радостный Толик. Молодой лаборант был возбуждён до предела, кинувшись к лилии, стискивая её в объятиях. «Ещё двое нашлись, товарищ старпом!» – прокричал он, увлекая обоих за собой. Веля опешила не меньше валика. Спустя минуту они уже стояли растерянные под нависающим блоком внешней судовой антенны, окружённые со всех сторон группой из нескольких человек. Их трясли, тискали, обнимали, по рукам пошла даже муська, совершенно не соображая, откуда у людей вдруг появились такие нежные чувства, к её скромной особе. «Лиля, девочка наша!» – приговаривал Кузьмич, гладя ошеломлённую девушку по волосам. От неожиданности она едва не рыдала, уткнувшись ему в плечо. Валентин подошёл к Брянцеву и отрапортовался. «Товарищи старпом! Доставлена повар столовой вместе с кошкой. По пути других членов экипажа не обнаружено», – секунду помолчал и добавил. «Радиорубка пришла в негодность из-за непонятных электрических разрядов вместе с каким-то освещением, заполнившим собой и кают-компанию». «Туда тоже проникла». «Так точно!» – успел вытащить «Лилю» наружу. Предполагал, что встречу кого-нибудь у антенны, поэтому сюда и направились. Брянцев выглядел хмурым и озабоченным. Пожав валику руку, он повёл обоих новоприбывших под навес агрегата, куда не проникало излучение, идущее от антенного блока. Пространство палубы в радиусе нескольких десятков метров продолжало светиться рассеянным неоновым светом, исходившим от колпака узла агрегата, мерцая и отбрасывая причудливые тени. «Не бойтесь», – успокоил он обоих. «Свечение безопасно. Мы проверили датчиками Гейгера. Это не радиация». «А что тогда?» – схлипнула Лиля, по-прежнему прижимаясь к старшему механику. Кузьмич бережно опустил девушку в кресло, каким-то чудом оказавшееся здесь вместе с другой мебелью. «Васильчиков постарался», – пояснил он, отвечая на недоумённый взгляд девушки. Толик уже подавал обоим кружки с горячим кофе, куда предварительно влил по столовой ложке крепкого коньяка. Валик присел рядом, обводя присутствующих. Только теперь они с Лилей смогли, наконец, осмыслить всё происходящее и увидеть сгрудившихся вокруг людей. «Да», – невесело произнёс Брянцев, заметив их недоумённый взгляд. «Вот и все, кто остался на судне. Точнее, кто мог прийти сюда после случившегося инцидента». Лиля обвела взглядом окружающих. Кроме Кузьмича и Брянцева, рядом стояли только три человека – Васильчиков, Толик и, о боже, у неё перехватило дыхание. Точно, именно этого пожилого, высокомерного человека в очках, с толстыми смешными линзами, она видела у трапа, когда получала продукты. Только теперь он выглядел не лучшим образом. Куда девалась его надменность? Сейчас перед ней предстал сгорбленный под тяжестью печали старый сморченный старичок, совершенно не похожий на прежнего академика. Он, как мог, галантно поклонился, едва не поцеловав ей ручку, от чего у Лили внутри зародился приступ истерического смеха. Все накопленные эмоции и ужас страха, что она испытала ещё несколько минут назад, готовы были выплеснуться наружу сплошным нескончаемым фонтаном рыданий в перемешку с истерическим хохотом. Профессор, или кто он там, выглядел сейчас настолько подавленным и растерянным, что девушке стало его немного жалко. Степан Михайлович Рябышев. Представился тот, поклонившись, затем смутился, поправил запотевшие очки и добавил. Виновник всего произошедшего на вашем судне. Заранее прошу великодушно вашего прощения и, если позволите, то отвечу на все ваши вопросы после того, как старший помощник капитана обрисует вам положение дел. Сразу спешу предупредить, чтобы вы не боялись. Свечение, которое вы наблюдаете, исходящим от узла антенны, полностью безвредно для организма, как, впрочем, и те зигзаги молний, что вас напугали. Это остаточное явление при переходе из одного пространства в другое. Он запнулся, поймав хмурый взгляд Старпума. «Простите лекцию о перемещении во времени, если пожелаете, я расскажу вам после. Остальное вам сейчас исповедовать старший помощник брянцев, чтобы вы, как и мы, обладали фактами положения на данный момент». Он умолк. Речь академика была для Лили слегка вычурной, старомодной, но она не обратила внимания. Разъяснение научных фактов можно отложить до вечера. Ее тревожило другое. «А, Данилович...» – повернулась она к Брянцеву. «Капитан наш...» «Его нет». Спустя секунду размышлений ответил тот, очевидно подыскивая подходящую формулировку случившегося. Лили округлила глаза. «Как нет?» «Как и всего пропавшего экипажа, моя девочка». Присаживаясь рядом как можно более мягко, пояснил Брянцев. «Как твоих, Катя с Верой. Как Прохора. Как остальных матросов и членов экспедиции. Мы остались одни на ледоколе. Те, кого ты сейчас видишь, единственные уцелевшие после некоего эксперимента, о котором нам позднее поведает наш академик. Мы еще не успели его выслушать, занимаясь весь день поисками уцелевшей команды». «А как их искали?» – подал голос Шелестяк. «По внутренней связи, по рациям, по переговорным устройствам», – ответил Забрянцева Кузьмич, показывая на Толика. «Они с Васильчиковым облазили едва ли не все палубы судна, крича и вызывая по мегафонам хоть кого-нибудь. Пока вы видите только тех, кто, так или иначе, находились в пределах зоны распространения лучей, они-то нас, можно сказать, и спасли. Техническую сторону нам расскажет академик Рябышев. Замечивали, что и вы остались на судне из-за того, что антенный блок, излучающий это неоновое свечение, находился как раз над вашими головами. Очевидно, каким-то образом перекрыв к вам доступ иной, чужеземной нам энергии. Остальные, кто находился на всех палубах корабля, исчезли бесследно, в один миг, в одну секунду. Куда именно исчезли, нам объяснит академик. Мы уцелели только потому, что Кузьмич в момент прокола во времени возвратился с толиком к контейне, оставив Данилыча и других в капитанской рубке. Сюда же пришли и мы с Рябышевым, прихватив с собой Васильчикова. Вот и все. Дальше ослепительная вспышка, гол агрегатов, пульсирующая акустическая волна, прошившая весь атомоход насквозь, короткий обморок у всех и... «Полная, всепоглощающая тишина. Мы пришли в себя, когда действие чужеродной энергии уже закончилось». Лиля слушала их с глазами полными слез. Она не совсем понимала, о чем речь. «Катенька», — прошептала она. «Верочка». Обвела всех непонимающим взглядом. «А как же они, девочки мои?» Брянцев хмуро откинулся в кресле, стоявшем напротив. «Мы осмотрели почти все палубы, отсеки и каюты. Машинам отделения Кузьмича тоже пусто. Поэтому и остановили ледокол», — поразился шелестяк. «Одним махом, сами, без рулевого, без дублирующих стопоров на мостике». Кузьмич, показалось, Валику как-то странно переглянулся с Брянцевым. Бросил краткий взгляд на Лилю, затем, осторожно подыскивая слова, промолвил. «Нет, не сами». Помолчал. «Судно остановилось само собой». И умолк. У девушки округлились глаза. Она непонимающе посмотрела на радиста, тот выглядел не менее ошарашенным. «Как это само собой?» «Без вашего участия?» В унисон ей пролепетал валик. «Автоматически? Без команды сверху, без машиниста, без...» «Да». Прервал его старпом. «Без, без, без». «Без всего, что ты перечислил». Шло полным ходом, прокладывало дорогу в ледовых полях, крошило под собой льдины, как всегда с грохотом ломающихся под днищем, затем вспышка, ослепительное свечение, наш общий обморок тех, кто находился подле антенны и, как следствие, полная остановка всех агрегатов, механизмов, оборудования. «Всего, что поддерживало продвижение атомохода вперёд». Остановились ядерные реакторы, сами собой, без какого-либо вмешательства экипажа, впрочем, экипажа уже и не существовало как такового. Голос его повышался всё выше и выше, становясь напряжённее с каждым чеканищим словом, будто забивал молотком гвозди. «Когда мы здесь присутствующие пришли в себя, наш ледокол застопорился во льдах, будто самопроизвольно отключил все механические системы обеспечения. Как самостоятельное разумное существо, сам, сам по себе, понимаете?» Валик слили и смотрели на Брянцева с открытыми ртами. Кофе давно остыл, они так и забыли о нём, не решаясь перебить командира, а он тем временем продолжил, уже немного успокоившись. «Но это ещё не всё, ребятки мои. Видите наши озабоченные лица?» После того, как мы обнаружили, что судно стоит на месте, им никто не управляет и не подаются никакие команды с капитанского мостика, я бросился туда. В рубке управления никого не было, абсолютно, ни рулевого, ни дежурного офицера, ни нашего капитана Данилыча. Вот тогда-то мы и поняли, что остались совершенно одни. Если бы атомоход шёл сейчас полным ходом, у нас попросту не хватило бы наличествующего состава им управлять. Уяснили, словно кто-то неведомый нам и невидимый взял всё управление кораблём на себя, выведя из строя механические приборы, автоматику и уснувшие внезапные реакторы. Вы прекрасно знаете без меня, что необходимы две дублирующие команды для запуска или остановки реакторов, но машинное отделение Кузьмича абсолютно пусто, как и все верхние палубы. Иными словами, он помедлил секунду. Кто или что остановил атомоход, мы не знаем. Воцарилась долгая мучительная пауза. Брянцев, казалось, переводил дух, выплеснув наружу скопившееся внутри напряжение, затем продолжил, кивнув Толику, чтобы тот подлил горячего кофе. Все расположились вокруг, молча слушая его. Теперь на судне я остался старшим из всего экипажа. Он помолчал. Объективности ради стоит заметить, что захваченный мной из лаборатории академик Рябышев не оказал никаких негативных действий, что в общем-то делает ему честь. Я был тогда в такой ярости, что попросту выдернул его оттуда, требуя объяснений. При этом Брянцев взглянул на поникшего ученого. «Да», — подтвердил тот. «Мы уже с лаборантами поняли, что совершили какой-то непредсказуемый промах в расчетах. Действия народной энергии, способной перемещать органику и неорганику сквозь параллельные пространства, вышло у нас из-под контроля. Я послал Анатолия проверить блок внешней антенны, через которую, собственно, и должен был происходить наш эксперимент. Но что-то пошло не так. Нас расшвыряло по углам внезапным мощным импульсом, высвободившимся из потустороннего пространства. Анатолий не возвратился. Вместо него в лабораторию ворвался гневный старпом, но что-либо остановить уже было невозможно. Генератор прокола во времени был запущен, энергия перемещения окутала всю антенну, и когда мы со старшим помощником пробрались к ней, именно в этот момент и полыхнуло вспышкой. В долю секунды наше судно перенеслось из одного пространства в иное. «Куда?» – переспросила Лиля, впитывая каждое произнесённое слово. «В иную реальность, параллельные измерения, в другую переменную эпоху, если хотите», – печально заключил Рябышев. «Мы сейчас находимся…» – он помедлил. «Не в нашем времени». Последние слова он произнёс раздельно, едва ли не по буквам. Лиля уставилась на него широко раскрытыми глазами, будто увидела нечто такое, что заставило отпрянуть от ужаса. «Не в нашем времени», – пролепетала она, обводя непонимающим взглядом окружающих. Васильчиков кивнул, Толик пожал плечами, Кузьмич нервно закашлялся, выбивая о спинку стула свою неизменную трубку. «Да», – подтвердил Рябышев. «Я склонен считать, что наше судно находится сейчас в совершенно ином измерении, в ином временном секторе, в своеобразном коридоре между двумя мирами, в незнакомой нам пока исторической эпохе». Наставшая пауза была настолько долгой, что её решил разбавить Толик. «Я чуть с дуба не врезал от страха, когда узнал об этом». Этими словами он хоть как-то разрядил гнетущую обстановку. Валик нервно хохотнул, но тотчас же пришёл в себя от потрясения. «И вы хотите сказать…» – начал он, обращаясь к академику, но тут прервал его. «Мы ещё не знаем, в какую именно эпоху нас занесло вместе с судном. Мы также не знаем, куда и каким образом исчез весь экипаж ледокола. Мы не знаем, остались ли они живы или же пребывают в каком-то другом параллельном нам измерении, в каком виде и в каком состоянии материи находятся их тела, тоже не знаем. Эксперимент подразумевал собой, что в иное пространство отправится весь корабль целиком, со всей командой». Слово «целиком» он выделил ударением. «Буша», – прошептала обречённо Лиля. «Там же мои девочки. Катя, Вероника». «Тема чрезвычайно интересная», – поспешил отвлечь её от тягостных мыслей Кузьмич, обращаясь к Рябышеву. «Но наши ребята не видели ещё самого интересного. Не пора бы ли им посмотреть? А вечером за ужином продолжим вашу лекцию, а заодно обсудим планы на завтрашний день, что нам необходимо в первую очередь». «Как это ещё не всё?» У Валика поползли вверх брови. «Не всё», – загадочно подбегнул Кузьмич. «А чего вы думаете так тихо вокруг?» «Это мы заметили ещё, покидая коюткомпанию», – подала голос Лиля, прижимая растянувшуюся на коленях кошку. «А ещё заметили, что на палубах стало намного теплее, хоть снимай комбинезоны». «Вот-вот», – лукаво улыбнулся Кузьмич. «При всех этих перемещениях и пропаже команды мы недавно обнаружили прелюбопытнейший факт». «Неужели инопланетяне посетили нас своим визитом?» – сихидничал Шелестяк. «После всего, что вы нам рассказали, остаётся только они. Другими фактами меня теперь до конца жизни не удивишь». «А ты попробуй. Уверен, ещё как удивишься». Не обращая внимания на колкость, парировал старший механик. Радист не был у него в подчинении, поэтому мог позволить себе такой, в общем-то, безобидный выпад со своей стороны. «Что попробовать?» «Подойди к борту». Все замерли в ожидании, даже хмурый брянцев слегка кашлянул, пряча слабую улыбку. «Что сделать?» – уставился на Кузьмича Валентин. «Подойди к борту и, свесившись, посмотри вниз, где должно простираться сплошное белое ледовое поле». «Я один, что ли, не видел?» – обозлился Валик, сделав кислую мину на лице. «По-моему, только этим и занимаемся в нашу экспедицию. Остачертили уже до колика в животе». «Подойди, подойди», – продолжал настаивать хитрый Кузьмич, заранее предвкушая комизм ситуации. «Когда увидишь, сам все поймешь. Вот тогда и посмеемся вместе». Валик нехотя вяло поднялся, словно ему предлагали некую невидаль. «Подумаешь, льдины. Он что, все эти недели только тем и занимался, что напропалую сидел в своей рубке, рисуя обнаженных барышень, никогда не выходя на свет Божий? Ледовых полей не видел? А что тогда делал атомоход, как не крушая их под собой?» «И девочку нашу прихвати с собой», – подтолкнул его Кузьмич. Лиля вскочила более решительно, нежели ее товарищ. Характерная черта чисто женского любопытства не применула вырваться наружу. «Пойдем», – потащила она упирающегося валика. «Чего стоишь, как столб соляной среди пустыни? Глянь на лица, окружающие нас. Вот-вот готовы лопнуть от смеха, наблюдая за твоим неверием». Отдав Муську Васильчикову, девушка потащила радиста к правому борту сразу за блоком антенны. А когда оба подошли к разделительному лееру, прильнули к борту и свесились, ожидая увидеть все те же бескрайние поля белых льдин, едва ли не лишились голоса. Прямо под ними расстилалось сплошное спокойное полотно чистой воды, простиравшееся от горизонта до горизонта. «Ох!» – только и вырвалось Сюлили. Валек внезапно изменился в лице. «Но позвольте…» – непонимающе уставился он перед собой, обводя ошарашенным взглядом чистое, безо льда бесконечно тихое море. «Это… это что?» – запнулся он. Сзади за их спинами послышался взрыв хохота. Смеялись все. Смеялся Васильчиков, хохотал Толик, усмехался Кузьмич, даже хмурый брянцев сдерживал в себе улыбку. Не смеялся только Рябышев, по-прежнему оставаясь печальным и поникшим, чувствуя за собой вину свалившейся на них трагедии. Даже Музька, казалось, насмехалась из-под тишка над валиком, опорчив усы и задрав хвост в руках матроса. И, хоть смех и напоминал, скорее выброс нервных эмоций, все же это был первый веселый звук, раздавшийся на корабле со времени проведения неудачного эксперимента. «Я не…» – пикнул Валик. «Я не понял, это…» «Это что?» «Что еще за хрень?» Он уставился на всех присутствующих глуповатым взглядом. «А льдины где? Где айсберги? Где полярное наше, не заходящее в эту пару солнце? Где груда льда под нищим ледокола, ядрит его в печенку?» Последние слова он выпалил едва ли не скороговоркой. Лиля обводила взглядом чистый сплошной горизонт, был тихий слабый ветер, и в полнейшей тишине осветило теплое, непарктически солнце. Отражаясь в морских водах полнейшего штиля, ледокол просто стоял посреди чистейшей, безо льда воды. «Так это…» – едва не пискнул от потрясения Валик. «Это не море Лаптевых?» «Не северо-ледовитый океан?» «Нет». Толкнул его в бок Толик лаборант, подавая из-за спины бинокль. «Взгляни. Фомата наш неверующий. Знаешь, как в анекдоте?» У художника спрашивает один неверующий. «Это вы нарисовали картину?» «Да», отвечает тот. «А почему у вас Бог в валенках нарисован? Где вы видели Бога в валенках?» Художник рассмеялся. «А где вы видели Бога без валенок?» Толик хохотнул. «Так и ты», – Лиля прыснула. Ей тоже подали бинокль. Когда они навели окуляры на что-то движущееся в ленивых прозрачных волнах, оба едва не схватились за руки от изумления. Вдалеке, резвясь и выпрыгивая из воды, играючи проносились туда-сюда несколько морских созданий, при виде которых у радиста отвисла челюсть. Под головой в чистом, без облаков небе порхали чайки. Толик тихо толкнул в бок Васильчикова. «Сейчас начнется. Вопросом, не будет предела». «Но ты же знаешь нашего Валика?» Тем же шепотом откликнулся тот. «В каждой чёрной дыре найдётся человек, ищущий выключатель. Наш радист как раз из этой породы». «Де-дель», – Валик поперхнулся, проглатывая в горле комок величиной с воздушный шар. «Де-дельфины», – наконец выдавил он. Ещё секунда, и бедный радист сполз спиной по внутренней обшивке борта. «Де-ль-фи-ны», – протянул он зачарованно. «Здесь? В ледовитом океане?» Теперь хохоту не было предела. Валентин сидел на палубе, прислонившись спиной к лееру, и снизу смотрел на смеющихся товарищей. Истерические нотки смеха постепенно уступили настоящему приступу веселья. Как бывает всегда, когда, пережив крупную неприятность, организм требует немедленной встряски. «Да нет же», – повторил Толик. «Мы уже не в северных широтах». «А где?» – пролепетал Валик, пытаясь подняться на негнущихся дрожащих ногах. «Где в беса вашу душу?» Внезапно смех стих, и все одним разом обернулись к академику. Казалось, застыл сам воздух, воцарилась тишина, только крик чаек да всплески воды за бортом слышались в этом звенящем безмолвии. Академик Рябышев потёр очки, уныло обвёл всех взглядом, паник ещё больше, и с расстановкой, будто глотая слова, ответил. «Не знаю, друг мой, не знаю». Свечение давно прекратилось. Все смотрели на Степана Михайловича с какой-то затаённой надеждой. Судно по-прежнему не подывало никаких признаков жизни. Вдруг что-то изменилось в окружающем пространстве. Что-то едва зыбкое и эфемерное, похожее на прозрачную вуаль, внезапно накрыло весь корабль, впитывая в себя огромный ледокол, словно губка воду. Поглощая судно целиком с оставшимся экипажем, эта эфемерная субстанция, возникшая из потустороннего измерения, обволокла их каким-то бесформенным коконом, растворила себе и исчезла прочь, оставив в реальной природе Арктики едва заметный след. След этот, оставшийся после прохождения атомохода по ледяным полям моря Лаптевых, тянулся от побережья Новосибирских островов по направлению к котловине Амунцина, так и не достигнув её из-за неудавшегося эксперимента. Но и этот след крошащихся под ледоколом льдин вскоре замёрз, покрылся льдом и растворился в унылом пейзаже сплошной белой пустыни. Атомоход северной дислокации отдела метеорологии, прописанный к порту Тикси, перестал существовать в этом мире. Вместе с исчезнувшим прозрачным коконом в небе полярной Арктики промелькнула непонятная тень с перепончатыми треугольными крыльями и непонятно длинным клювом. Тень тотчас исчезла вслед за эфемерной вуалью чужеродного пространства. Это был птеродактиль. А между тем, в совершенно ином измерении. Глава 2. 1976 год. Море Лаптевых близ Новосибирских островов. 10 часов 3 минуты по местному часовому поясу. Кабина вертолёта северной дислокации отдела метеорология. Свистел и выл весь воздух целиком. Турбулентные потоки вихрями закручивались в спирали от бешено вращающихся несущих винтов, создавая иллюзию циклопической воронки. Мощный корпус вертолёта Ми-6, казалось, вспарывал с собой пространство, разделяя его на две части. Кабине пилотов было душно, а снаружи на иллюминаторах выступили испарения мёрзлого конденсата. Солнце хоть и било нестерпимо в глаза, но абсолютно не грело. За бортом было ощутимо холодно. Характерная для этой местности погода отчего-то с самого утра совершенно изменилась, повернув циклоны вспять, будто ими руководила какая-то невидимая гигантская рука. «То есть что-нибудь понимаешь?» – спросил Илья второго пилота Сергея. Тот поправил ларингофон, убедился, что наушники скрывают грохот винтов, и пожал плечами. «Сам знаешь, как нас внезапно вызвали на облёт этого квадрата. Кто-то там, в гидрометцентре, будто бы усмотрел в движении циклонов некую хаотичность, совсем не свойственную данному региону. Затрудняюсь даже ответить, что именно мы сейчас наблюдаем. Костя-Радист получил по рации указание из Тикси, что мы должны направить нашу машину в район котловины Амунсена». «А что там?» «Туда в эпицентр якобы движутся все циклоны, словно всасываемые гигантским пылесосом». Сергей хохотнул. «Наши синоптики рвут и мечут. Такого прежде с погодой никогда не случалось. Подумать только». Он постучал костяшками пальцев по прибору определения высоты. «Сразу три соседних циклона. Вместо того, чтобы находиться в положенных им местах, вдруг внезапно, как по команде, меняют направление, и едва ли не под прямыми углами уходят в сторону котловины Амунсена. Как тебе такое?» «Это синоптики обнаружили?» «Ага. Сейсмическая станция со вчерашнего утра только и трубит о каких-то внезапных циклонах, изменивших направление буквально в одну минуту. Крутились себе в спиралях, вращались, как положено и тут. На тебе, бац!» Сергей прищёлкнул пальцами. «Сразу ушли все три в одном направлении. Чувствуешь, как нестерпимо бьёт солнце в глаза. А ведь сегодня, по недельному прогнозу, должно быть облачное дождливо, вместе с мокрым снегом. О чём это говорит?» «Что здесь нет циклона?» «Точно. Ушёл котловине в компании своих собратьев, в кавычках. Первый циклон, как и положено, располагался над хребтом Беронга на Таймере. Второй – над Норильском. И третий наш, как раз в Тикси, откуда мы вылетели. Но это располагались». Иными словами, до вчерашнего утра. И тут вдруг, как сказал один из сейсмологов, внезапно собрались в кучу, устремившись всей благочестивой компанией к котловине Амунсена. То есть они все трое, как приятели, собравшись в группу, прошли над Новосибирскими островами и ушли в открытое море? Точнее, в Северно-Ледовитый океан. Вот и верь после этого нашим учёным. Попридумывать стрекороба, а нам расхлёбывать. Скажи мне на милость, командир, за каким хрена мы летим к чёрту на куличике, чтобы только проверить, будут там циклоны или нет? У них что, у этих учёных своих зондов не хватает? Запустили бы в афтосферу пару десятков приборов со всякими датчиками и дело с концом. Но, протянул Илья, здесь как раз всё закономерно. Если сполошилась не на шутку вся природа над Арктикой, то всполошился и гидрометцентр. А всполошились синоптики нам сразу на вылет. Мы ведь числимся в северной дислокации региона Морелаптевых, верно? Верно-то оно, верно. Нехотя откликнулся по микрофону Сергей. Но к каким чертям собачьим нас сейчас несёт? Вот в чём вопрос. Я ещё с утра заметил нестабильность в погоде. Если нет циклона, то каким образом он умудрился примкнуть к двум другим, словно ими кто-то руководит? Не приходила такая мысль? Как могут атмосферные вихри громадной площади одним махом поменять направление почти под прямым углом? Природа-матушка на такое не способна. Это ж тебе не грузовик или трактор, нажал на педаль и развернулся. А тут выходит целое атмосферное климатическое образование воздушных масс, изменили направление, причём по своей прихоти. Куда захотели, туда повернули. Вот это и сбивает с толку. Костя, позвал Илья в ларингофон, обернувшись через плечо. Слышишь наш разговор? Слышу, командир. Ещё были какие-нибудь радиограммы? Нет. То есть, удивился тот. За целый час ни одного указания? Тогда действительно, какого беса мы летим к этой котловине, если о нас попросту забыли? Вот черти, чтобы их душу мать, этих гореучёных! Выругался он. Вылетайте немедленно. Вылетели. Направляйтесь мимо Новосибирского архипелага. Направились. Подлетайте к котловине Амунсена. Подлетели. А дальше что? Нас попросту игнорируют в эфире. Так выходит? Не так, ответил радист. Связь утеряна ещё полчаса назад. Как утеряна? Просто мы не слышим. Нас не слышат. И ты молчал всё это время? Почему не доложил? Проверял, настраивал. Думал, сбой какой-то. Теперь вот докладываю. Час от часу не легче. В каких координатах утрачена связь? Когда миновали под собой Новосибирский архипелаг? И что? Сплошное молчание в эфире. Вызвал, настраивал. Посылал даже сигнал бедствия по протоколу. Пустота, ноль в квадрате, полное безмолвие. А как с другими станциями? Никого. Абсолютный вакуум. Приёмники словно умолкли навсегда. Сразу в один миг одновременно. Ты засёк квадрат? Так точно. Аномалия какая-то. Клинился в разговор Сергей. Константин только хмыкнул. Я вам больше скажу. Уже полчаса я не могу настроить вектор радиоантенны. Мало того, что не ловят ни одного позывного нашей северной дислокации, так ещё не ловится ни одна гражданская волна. Как это поясни? Любая радиопередача в эфире, транслируемая в пределах радиостанции Мурманска, Тикси или Новосибирских островов, должна улавливаться нашим пеленгатором. Скажем, политические новости или концерт какой-нибудь сотка погоды даже. И что? И ничего. Даже обычно музыку не могу поймать. Ту, которую слушают в любом автомобиле, если он оснащён обыкновенным радиоприёмником. Наступила зловещая пауза. Что-то не нравилось Илье в этом сплошном молчании эфира. Что-то гнетущее и утраченное закралось в душу, оставляя неприятный тревожный осадок. Грохот винтов за бортом по-прежнему рассекал воздушные потоки на две части. Небо теперь уже хмурое и свинцовое, раступалось перед могучей машиной, деля пространство надвое. «А вот и первый наш братец в кавычках», передал Сергей. «Заметили, как внезапно исчезло солнце в тучах. Этот циклон, очевидно, тот, что был над Норильском». «Ты им имена ещё дай. Откуда такая уверенность, что именно он?» «Наугад» сказал. «Послушать тебя, так они расположились в ряд, следуя друг за другом, как по цепочке». «А чего же и нет, командир? Мы же не знаем их чёртову природу происхождения. Если целая воздушная масса в сотни километров радиусом способна повернуть вспять, то и по цепочке могут следовать». «Я же говорю». Повторил Константин. «Аномалия. Правильно ты сказал. Причём глобальная, почти над всей Арктикой». Командир на миг задумался, тревожно наблюдая, как приборная панель винтокрылой машины начала мигать красными лампочками оповещания опасности. «Этого ещё не хватало», – процедил он ларингофон, восстанавливая положение приборов, сверяясь с инструкцией. «Проверю себя, Сергей, уровень высоты. Похоже, ребятки нас всасывают в какие-то непонятные турбулентные потоки». «Так ты говоришь», – обратился Сергей к радисту, исполняя команду Ильи, – «что мы сейчас летим в сплошном пустом эфире?» «Да», – прокричал тот, перекрикывая грохот винтов, который каким-то необъяснимым образом стал проникать через наушники. Как корова языком слезала, полное абсолютное молчание. «И мы теперь, выходит, отрезаны от всего цивилизованного мира, так получается?» «Точно так, умник ты наш. Иначе я не стал бы тебе это рассказывать, своих дел по горло. Не могу поймать ни одну волну». Тикси замолчал полчаса назад, Мурманский ещё раньше, Норильск тоже молчит. Пеленгующая станция нашей северной дислокации не подает никаких сигналов. «Нас не видит ни один радар на планете?» – изумился Сергей. «Так, что ли? Мы стали невидимы?» Выходит, что так. Попали в какой-то своеобразный кокон, из которого не вырываются ни одни радиоволны, и не проникают внутрь, кстати, тоже. Оба замолчали. Вертолёт трясло и бросало в стороны. Такая громадная машина, как мощный Ми-6, по всем видимым причинам, не могла справиться с буйством турбулентных потоков. «Это что-то новое!» – натужно прокричал микрофон Илья, силой принимая руль на себя. Красные лампы оповещения опасности на приборной панели теперь светили все разом, отбрасывая в кабине причудливые зловещие тени. Сразу потемнело, за бортом с каждой секундой начинало твориться что-то невообразимое. «Выходим из зоны турбулентности, командир!» – прокричал Сергей, сматриваясь с тревогой во фронтальное окно кабины. «Не могу!» – заорал тот. «Бери дублирующий руль, рви на себя! Нас засасывают в воронку смерча!» Что-то полыхнуло с мощной силой, что-то разорвалось за бортом, что-то треснуло в обшивке. «Ничего себе, циклончик!» – прокричал кости радист. «Так и в преисподнюю можно попасть». Их машину швыряло, радиста мотало из стороны в сторону, он едва удерживался в кресле, пытаясь дотянуться до аппаратуры. «Что там?» – прокричал он в микрофон. «Болтает, как при шторме на корабле!» Крик Сергея потонул в грохоте и треске. Казалось, природа за бортом взбесилась в мгновение ока, обрушившись на теперь уже беззащитную машину всей своей циклопической массой. «Не вижу моря под нами, командир! Облачность такая низкая, что идём в сплошном тумане. Где ориентиры?» «Костя», – обернулся вспотевший Илья. «В кабине стало гораздо жарче. Что там с пеленгаторами?» «Не настраивается». «А навигатор что показывает? В каком сейчас квадрате?» «Приближаемся к тектоническому разлому кофловины Амунсена». «Иными словами, мы почти на месте». «Так точно». «Вот они, голубчики!» – прокричал Сергей. «Сразу три в одном флаконе. Перемешались между собой эпицентрами. Отсюда и такой коллапс. Настоящая бойня». «Что ты имеешь в виду?» «Они сейчас, как три гигантских вируса, командир, столкнулись в одном месте, привлечённые к какой-то неведомой нам гигантской мощной энергии. Теперь, можно сказать, вступили в схватку. Бьются до смерти между собой, отвоёвывая друг у друга территорию. Так ведут себя вирусы в некромере. Кто сильней, тот выживает. Будут истреблять друг друга, пока полностью не выдохнутся и не останется единственный победитель, самый мощный из них». О таких вирусах писали Нильс Бор, наш Бехтерев, даже известный селекционер Мичурин упоминал. «Собственно, наше человечество, как цивилизация, тот же вирус на планете, истребляют себе подобных, отвоёвывая жизненно необходимое пространство». «А мы сейчас как раз в центре их бойни?» «Так точно. Абсолютно противоположные полярности столкнулись между собой, создавая мощнейшее электрическое поле радиусом в несколько сотен километров». «Это если сформулировать научно, настоящий апокалипсис природы матушки?» «Такого прежде никогда не бывало, чтобы три циклона сразу были привлечены неизвестной чужеродной силой в один и тот же эпицентр катастрофы. Это не характерно не только для Арктики, но и для всей планеты целиком. Тут задействована какая-то искусственная энергия. Природа не способна на такие эксперименты, командир». Отдуваясь, откликнулся второй пилот, едва удерживая рули. Вокруг корпуса вертолёта бушевали раскаты грома, полыхали зигзаги молний, громадные клубы свинцовых туч закрывали всю видимость в любых направлениях. Пилоты вели машину вслепую. Одна особенно мощная молния прочертила воздушное пространство едва ли не в пяти метрах от вращающегося винта. «Нас по-прежнему куда-то всасывает!» – кричал Сергей. – «Как пылесосом, громадным, мощным, невидимым пылесосом». Рванув рули на себя, оба пилота едва не потеряли сознание от бешеной перегрузки, настигшей их машину. Казалось, всё небо обрушилось на них в один момент, пытаясь раздавить своей громадной массой. Ещё секунда, и вертолёт стал проваливаться в образовавшуюся воздушную яму, возникшую буквально ниоткуда. Только что под ними была сплошная облачность с тысячами разрядами молний, и вдруг все облака разом раступились, образуя бешеную вертящуюся воронку, в которую устремились потоки воздушных масс. Циклоны буйствовали не на шутку. Верно определил Сергей. Да, это была самая настоящая бойня. И крохотная винтокрылая машина была в этом природном коллапсе, сродни скорлупке ореха. Чего замолчал, командир? Попытался проорать в шутку Сергей, очевидно полагая, что они низвергаются в самый настоящий кромешный ад. Настроение паршивое. Откликнулся Илья, следя за быстро снижающимся набором высоты. Прибор методично, с каждой секундой отстреливал показания метров, оставшихся до поверхности воды. Она уже была видна в иллюминаторы. Стенания и хрипы с ревом ветра постепенно стихли за бортом. Вертолет продолжал ошвырять, но уже не с такой силой. Вскоре свинцовые тучи с разрядами электричества остались вверху, позволив пилотам полностью сконцентрироваться на управлении. Вертолет несло вниз. Он падал в воздушную яму, проваливаясь в неё всей своей массой, словно вниз его влекла чья-то невидимая рука. «Ничего не могу поделать с управлением!» – натужно отдуваясь, брякнул Сергей. Теперь было не до шуток. Их действительно влекло вниз какой-то необъяснимой энергией, возникшей сразу после раскрывшейся взявя воронки. Полохнуло ослепительной вспышкой, озарившей едва ли не всё небо. Во фронтальный иллюминатор ворвался пронзительный луч ослепляющего света, будто зажгли сразу одновременно несколько сотен мощных прожекторов. Вспышка была настолько ослепительной, что все невольно зажмурили глаза. Где-то сбоку от фюзеляжа послышался громоподобный оглушающий хлопок, едва не разорвав барабанные перепонки, спасли наушники. «Костя!» – прокричал Илья, когда убедился, что управление машиной невозможно. «Выкидывай в эфир пеленгующие координаты немедленно и сигнал бедствия. Мы, черти его возьми, катастрофически падаем!» «Понял тебя, командир, выкидываю». «Может, хоть эта уловка сработает и нас кто-нибудь услышит?» – изрёк Сергей. «Превосходно! Ещё несколько часов назад я попивал кофе в постели, а теперь буду ковыркаться в льдинах с белыми медведями!» «Не будешь!» – проникновенно и как-то загадочно откликнулся Илья. Наступила пауза, грохот винтов за бортом постепенно нормализовался, машину перестало бросать из стороны в сторону, курс полёта выровнялся и вертолёт вошёл в спокойное пространство, буйство циклонов осталось позади. «Не понял тебя, командир!» – Сергей повернул в его сторону вспотевшее лицо. «Вместе будем купаться в ледовитом океане на радость прожорливым косаткам. Разве не очевидно, что мы падаем?» «Уже не падаем. И не в ледовитом океане ты будешь купаться». «А где?» – взглянил в свой иллюминатор. Прокричал в микрофон Костя-радист. «Ослеп, что ли?» Только тут второй пилот, ослабив хватку руля, смог наконец обернуться к иллюминатору и взглянуть вниз. Взглянул и замер. Едва ли не выпустив руль управления, внезапно изменился в лице и открыл безмолвно рот. То, что он увидел под собой, заставило его оцепенеть на месте. Прямо под днищем их машины, куда бы он ни бросал взгляд, во всех направлениях до самого горизонта, от края до края, простиралось ровное, чистое и тихое море, абсолютно свободное ото льдов. Их не было, ледовых полей попросту не существовало. «Что за...» – поперхнулся он. «Что за хрень? Где льды, командир? Ты видишь то же, что и я?» Затем Костяку. «Ты тоже видишь?» «А ты как думал? Иначе с какой стати я тебе кричал? Уже несколько секунд, наблюдая, стал момент, как нас выбросило из циклонов. Так мы уже не падаем?» «Нет». Облегченно выдохнул Илья. «Рули высоты стабилизировались. Сколько на твоих приборах?» «Восемьсот метров над водой». И тут же запнулся. «Над какой черту водой? Где льды? Я вас спрашиваю». Машина теперь шла ровно, скользя в спокойных потоках воздушных масс, словно и не было несколько минут назад того кошмара, что им пришлось испытать. «Где котловины Амонсена? Где ледяные шапки, айсберги, торосы?» Изумления его не было предела. «Это ведь...» Сергей запнулся, подыскивая слова. «Это ведь уже не северный ледовитый океан. Так я понимаю. Не море Лаптевых?» Брови его ползали все выше и выше. Глаза, ошарашенные и недоуменные, казалось, вот-вот вылезут из орбит. «Мне мама говорила в детстве, что я полный идиот, девяносто шестой пробы, но позвольте, не до такой же степени». «Снижай машину». Голос Ильи был не менее озабоченным. «Дублируя управление, снижаемся до четвёртого уровня». «Есть!» Машинально отрапортовал Сергей, всё ещё сжимая рули управления, бросил взгляд на приборы, пробежался пальцами по трамблёрам, выключая необходимые функции. Грохот винтов за бортом стал ощутимо слабее, машина выровнялась и пошла гораздо спокойнее. «Выбрались!» – выдохнул Илья. Поболтала и пошвыряла капитально. Думал уже развалиться к чертям собачьим наших Скорлупка. А ну-ка, побывать в таком апокалипсисе, когда в воздушном пространстве сошлись вместе сразу три циклона. Кому скажешь, не поверят. «А кому говорить-то теперь?» – озабоченно констатировал Сергей. «Нас зашвырнуло к чёрту на куличики. Если это не ледовитый океан и не море Лаптевых, тогда что?» – подал голос Константин. «А ты взгляни под собой, умник. Затем, спустя секунду...» «Командир, тебе тоже не мешало бы. Что видите?» Сам радист прильнул в наушниках к своему иллюминатору и уже несколько секунд наблюдал за происходящим поднищем их вертолёта. Оба пилота разом посмотрели в свои боковые иллюминаторы. Наступила пауза. По прошествии нескольких секунд Сергей едва не заорал на всю кабину. «Пресвятой Николай Угодник, чтоб вас бесы съели, кого я вижу?» «Увидел». «Ага». «Кого?» «Дельфинов, конечно же, кого ещё? Резвятся и выпрыгивают из воды? Мать моя дивизия, но откуда? Позвольте спросить. Откуда здесь под нами дельфины, чтоб их черти съели? Мы что, в тропиках? Я хочу сказать, в тропических водах?» На последнее слово он вообще произнёс зловеще, растягивая по букву. «Мы у экватора?» Прошло несколько минут, прежде чем все трое пришли в себя, от полнейшей растерянности первым подал голос Илья. «Что характерно, так это то, что мы абсолютно не знаем, где находимся, друзья мои. Топливо на исходе, а куда теперь возвращаться одному богу известно. Изначально, когда вы летали из Сикси, подразумевалось, что сделаем высадку на ледоколе, находящемся в том районе котловины Амунсена. Там боеды заправились, на ледоколе должны были получить радиограмму о нашем прибытии». Он повернулся к бортинженеру и радисту в одном лице. «Костя?» «Да». «Как там у тебя с навигацией? Есть координаты?» «Абсолютно никаких, командир. Атомоход был обозначен заранее, но мы так и не вышли в тот квадрат. Точнее, как раз вышли, но не успели его запеленговать. Связь пропала, прежде чем мы попали в циклоны. Возможно, ледокол так и остался в той точке, поджидая нас». Он секунду помолчал. Если, разумеется, экипаж атомохода принял радиограмму из Сикси, тогда бы и ожидали. Топлива у них в трюмах было припасено достаточно, чтобы заправить нас. Вопрос только, получали ли они эту чёртову радиограмму или нет. Судя по тому, что я никак не мог с ними связаться, возникает второй вопрос. А именно, ждали ли они нас вообще? Может, они и не знали о нашем прибытии? «О чём вы беседуете, дети мои?» Озлобленно воскликнул Сергей. «О каком атомоходе может идти речь, если нас зашвырнуло в совершенно иную климатическую зону? В своём мы же не знаем, куда нас забросило. Я предполагаю, что здесь не обошлось без какого-нибудь прокола в пространстве. Был ледовитый океан, была Арктика с белыми медведями, и вдруг бац! Чистое море безо льдов, жара и дельфины. Я не удивлюсь, если на горизонте появятся берега Африки». «А это ты хватанул?» Расслабленно после всех ошеломлений подцепил его Костя. «Это тебе не пресловутая машина времени, чтобы одним махом перенести нас в иное измерение?» «Да? А что тогда? Объясни мне, болвану девяносто шестой пробы, каким таким макаром мы оказались в одну секунду выброшенными из эпицентра циклонов в гости к дельфинам? Или ты хочешь убедить, что по-прежнему видишь под собой айсберги?» «Тише вы!» – осадил их Илья. «О перемещениях и машинах времени будем думать позднее, когда определимся, в какую сторону планету нас занесло. Тут и сам старик Эйнштейн не разберется, попади он на наше место. Сейчас, прежде всего, вопрос топлива. Где будем садиться?» «Костя, в твоей задаче определение координат, пеленгация, радары, карты-схемы и географические ориентиры. В течение пяти минут определив, в каком районе хотя бы приблизительно, и есть ли поблизости какая-нибудь суша. «А мы с тобой», – повернулся он вправо от себя к Сергею, – «займёмся полной инвентаризацией кабины с салоном. Проверка рабочего состояния приборов после катаклизма, что мы побывали. Посмотрим наличие пресной воды и пайков провизии. Должны быть десяток ракетниц, спасательные жилеты, другая амуниция. Это на случай, если придётся вынужденно приземляться. Топливо почти на нуле, слишком много двигателей сожрали, борясь с выходом из циклонов. Могли бы ещё лететь часа полтора. Уже не нужно лететь», – прокричал Костя. «Заворачивай влево, командир. Ложись на левое крыло. Вижу вдалеке под нами крупное судно, явно с вертолётной площадкой». Затем помедлил и как-то проникновенно произнёс. «Странное дело. А на радарах не показывает, не пеленгуется». Только тут, бросив взгляд влево от себя в иллюминатор, Илья разглядел почти на горизонте какое-то судно. Судя по всему, весьма ощутимых размеров. «Точно», – крикнул он радостно, сразу сбрасывая с плеч огромный груз накопившихся тревожных эмоций. «Молочага, товарищ радист, могли бы и пропустить. Говоришь, не уловливается радарами?» «Так точно. Ни пеленгани и позывных, ни ориентира по координатам. Это судно словно невидимо». «Летучий голландец, хочешь сказать?» Разом обмякнув в расслабляющей неге, хохотнул Сергей. Он, как и командир, почувствовал полное облегчение, перестали дрожать руки, прояснилось в голове. «Скорее всего, Мария Селеста», – понял его шутку Константин. «Летучий голландец, собирательный образ, оброшенный легендами. А вот Мария Селеста действительно существовала. «Идём к вашей Марии». Заворачивая руль и, кренясь влево в бок, прокомментировал Илья, облегчённо выдохнув из груди. Машина легла на левый борт, делая дугообразный поворот. «Интересно, видят они нас? Что за судно, Костя? Ты у нас специалист по морской технике». «Судя по конструкции…» Радист примостил глазам бинокль. «Атомный ледокол пятого поколения нет». «Погоди». «Не понял». Поднял брови Сергей. Костя и сам ошарашенно вглядывался в бинокль, ещё не совсем правильно видя очертания далёкого корабля. Затем навёл резкость, поперхнулся и закашлялся. «Что там?» – прокричал Илья в микрофон. «Это…» Бортинженер и радист в одном лице вдруг потерял дар речи. «Это…» – секунду помедлил, протирая глаза от выступившей влаги, потом что из мучи заорал. «Мать честная, да это же самый настоящий атомоход!» «Чего?» – не понял Сергей. «Атомоход, Серёга. Ледокол. Собственной персоной». Они приблизились настолько, что можно было делать первый круг облёта, постепенно, виток за витком, сужая радиус, чтобы разглядеть вертолётную площадку. Уже можно было видеть само судно целиком, палубы, надстройки и внешний блок узла антенны. С последующим витком они смогли разглядеть надпись на борту. «Росатомофлот!» – провёл Сергей и обомлел, подав самый настоящий ступор. «Атомоход пятого поколения. Порт приписки Тикси». Прокомментировал не менее ошарашенный Константин. «Ядрит его в пень?» – пролепетал Сергей. «Так и в дырду можно угодить». Потом, что из мочи, заорал. «Откуда? Откуда, я вас спрашиваю? Здесь, в тропических водах, где кругом дельфины и русалки, чтоб их черти съели, может находиться советский ледокол пятого поколения? Да ещё и с припиской к порту Тикси. Мы что, снова в ледовитом океане? Тогда, где айсберги и льдины? Что делает наш советский атомоход в водной глади тропического климата в сплошном спокойном море, свободном ото льдов, а? Я вас спрашиваю». «Не ори», – поморщился Илья. «Сейчас разберёмся». «Я не ору. Я констатирую факты. Психбольницу никто не заказывал». Сергей почесал затылок, умерив всплеск эмоций, едва не переросших в тональную панику. «Это же наш атомоход», – уже более спокойно резюмировал он. «Наш советский из Тикси». При втором витке голос подал Константин. «А не тот ли это ледокол, что должен был поджидать нас для дозаправки?» «Я имею в виду котловины Амонцина». «И где же она, твоя котловина?» – обозлился Сергей. «Ни льдом, ни айсбергом. Мы даже не в море Лаптевых, кругом одни дельфины». «Тише вы», – осадил обоих Илья. «Вижу площадку. При четвертом витке снижаемся. Сергей, руль посадки на твоей совести». «Понял, командир». Второй пилот подобрался и весело хохотнул. «Встречайте, гости дорогие. Вы не ждали, а мы приперлись». «Что-то не вижу я никаких хозяев», – озадаченно откликнулся Илья. «Радиста видишь кого-нибудь на палубах?» «Никак нет. Вся верхняя платформа томохода пуста, не души. А ведь должны уже заметить, хотя бы кто выбежал, махая руками». «Никого?» «Никого». «Я же говорю, летучий голландец». Сергей едва не захлебнулся от восторга, настолько был поглощен происходящим. Его удивительная черта моментального перехода организма из-за растерянности в бурное веселье иногда забавлял о товарищей, и никто не обижался на его коротковременные, в общем-то, безобидные выпады. «Этот транспорт в броне вынырнул из иного пространства тем же макаром, что и мы», – резюмировал он. «Как чёртик из табакерки. Очевидно, воронки разъярённых циклонов швырнули в эти тропики не только нас. Как бы то ни было, есть экипаж или нет, но топливом мы теперь обеспечены». «Вижу площадку, командир», – подал голос радист. «Снижаемся». «Да, приготовиться к посадке». Вертолёт пошёл вниз к совершенно пустынной палубе, свободной посадочной платформе и совершенно пустому судну. Они ещё не знали, что ожидает их впереди. Когда винты остановились, первым из кабины спрыгнул Сергей, вдохнул всей грудью тёплый воздух, отчего-то чихнул и зажмурился от непривычно яркого солнца. «Сверим часы». Тот же подал команду Илья. «На моих 15.04». «Принято. На моих тоже». Следом за командиром выпрыгнул Константин, прикидывая мысленно в уме. Больше пяти часов находились в небе, из них почти час пытались выбраться из разбушевавшихся циклонов. Громадное судно тихо и мерно стояло в окружающей спокойной воде, не подавая абсолютно никаких признаков жизни, на корабле царило безмолвие. «Эгей!» Выждав пару минут, заорал Сергей. «Есть кто на палубах? Мы пришли к вам с миром. В лице человечества приветствуем вас на нашей планете». «Прекрати», – осадил его Илья. «Может, тут трагедия произошла, а ты поясничаешь?» «Что-то я стенаний никаких не слышу. Судно целое, а экипаж как сквозь землю провалился». «Сейчас выясним. Я на капитанский мостик. Костя, определись, где здесь радиорубка. Это по твоей части». Он раздал рации, прихваченные с соломы вертолёта. «Связь по этим трансиверам. Тебе, Сергей. Сразу в машинное отделение, к реактору. Осмотри состояние, если никого по-прежнему не встретим, переговоры по передатчикам. Каждый занимается своим делом. Необходимо выявить причину отсутствия экипажа и рабочее состояние корабля в целом. Всё ясно. Если обнаружатся раненые или погибшие, сразу мне доклад по трансиверу. Костя, попытайся связаться с материком. На тебе вся связь. Я в рубку капитана. Займусь бортжурналом и определением координат». «Ясно, командир». Все трое двинулись по переходам в разные стороны. Проходя мимо узла внешней антенны, Костя отметил в трансивер. «Странно, командир». «Что там у тебя?» «Прохожу блок антенного узла». «И что?» «Пока не пойму, но...» «Светится как-то странно». «Антенна?» «Так точно». «Какое-то необычное свечение, словно окутавший орёл». «Светится и мерцает неоном и светом, как в больницах, и огоньки какие-то мелкие бегают». «Ясно. Думаешь, статическое напряжение?» «Скорее, какие-то неопознанные разряды электричества. Вокруг антенны клубятся испарения, будто окутывая её со всех сторон». «Понял тебя. Осмотром антенны займёмся позднее. Когда встретимся у неё через час. Сергей, слышишь нас?» «Ясенпень слышу. Что там за испарение?» «Неважно, ты спускаешься?» «Ага, везде пусто. Ни следов экипажа, ни русалок. Я уж грешным делом подумал, что это они захватили корабль. А вообще, скажу вам, внутренности транспорта представляют удручающее зрелище. Такое ощущение, что ледокол швырял из стороны в сторону, как нашу скорлупку недавно. В покинутых каютах всё разбросано, валяется как попало. Перевёрнута мебель, имеются мелкие повреждения, переборок. Кричу, зову, в ответ тишина. Спускаясь в переход, ведущий к реактору. «А как там у Костика?» «Я прошёл кают-компанию. Тоже кругом бардак, будто судно побывало в мощном шторме. Но это же ледокол. Громадина, которую сдвинуть волнам, что передвинуть Эверест на другое место». Они ещё около часа обследовали отсеки пустынного покинутого корабля, через каждую минуту переговариваясь по трансиверам, делясь мнениями и планами. Илья никого на мостике не нашёл, как, впрочем, и ожидалось. Сколько ни звали, ни кричали, никто не отзывался. Из капитанской рубки Илья вышел по внутренней связи, предупредив, если кто жив, через полчаса встретится у блока внешней антенны. Убедившись, что реакторы в полной сохранности и рабочем состоянии, только непонятно кем заглушены, Сергей заглянул в трюмы, известив командира, что топлива им хватит на несколько дней полёта. Костя-радист обследовал радиорубку Валентина, но кроме вышедших из строя приборов, ничего конкретного не обнаружил. Связь с внешним миром тем самым отпадала напрочь. Ни один приёмник не работал, альбома с нарисованными обнажёнными барышнями он так и не заметил, зато Илья, разыскивая бортовой журнал, наткнулся на что-то любопытное. Это была запись на магнитофонную плёнку, оставленная на кассете. Кто-то, возможно, сам капитан записывал на неё ежедневную сводку погоды за бортом, добавляя личные ощущения по ходу продвижения вперёд. Бегло покрутив запись, Илья с удивлением отметил при себе, что последняя запись, датируемая вчерашним днём, внезапно обрывалась, словно комментатора что-то отвлекло, не дав договорить до конца, последние слова гласили. Старший механик Кузьмич привёл на мой стеклаборанта Толика, который рассказывал нам о неудачно проведённом в лаборатории эксперименте. Опытами прокола во времени занимался академик Рябышев, взятый нами на борт в порту Тикси. Радиограмма с разрешением проведения опытов последовала из Мурманска. Её принял радист Валентин Шелестяк. Со слова Натоля что-то в лаборатории пошло не так. Собранный академиком генератор выдал в пространство какой-то чужеродный сгусток энергии, из-за которого сами по себе, без моего или чего-либо участия, самопроизвольно остановились реакторы. Я, как капитан судна, дал указание отвезти Анатолия к узлу внешней антенны, куда должны были подойти старпом брянцев с академиком Рябышевым. Со слов лаборанта у внешней антенны происходило что-то непонятное. Она светилась неоновым светом, излучая какие-то вспыхивающие импульсы энергии, закончу запись, отправлю за ними. На плёнке последовал какой-то неразборчивый шум, возгласы удивления и нарастающий гул. Запись обрывалась протяжным криком. О боже, нас обволакивает каким-то свинцовым облаком. Судно не в состоянии продвигаться дальше. Ледокол остановился. Кругом бушуют вихри, весь корабль накрыл каким-то свечением, а в небе... «Господи!» Крик перешёл в самый настоящий ужас. «Кто поверит? Мы видим это! Над нами кружат неведомые сознания!» И через секунду... «Быть я проклят, но... Но этого же не может быть! Это... Это птеродактили!» Последние слова кричались в самой настоящей панике. «Куда? Куда нас к чертям собачим занесло? Что сотворил этот академик? Судно трясёт и вибрирует, нас закручивать в какую-то циклопическую воронку!» «Старпому Брянцеву срочно на мостик!» «Экипажу полная эвакуация!» «На радаре видим недалёкую сушу!» «Будем спускать шлюпки, чтобы добраться до неё!» Запись оборвалась окончательно. Последними звуками на плёнке были мощные завывания магнитных бурь, помех и вихрей. Сколько Илья не прокручивал дальше, слышался только свист в перемешку с противными хрипами. Отложив кассету, он на миг задумался, вызывая. «Костя, Сергей! Я знаю причину свечения антенны!» «А откуда, командир?» Откликнулись оба. Прослушал запись, оставленную в магнитофоне, записывал сам капитан ледокола. Он вкратце передал содержание. Неизвестно, что именно с ним случилось, но, судя по всему, само судно не пострадало. Неизвестно также, куда делся экипаж, поскольку все спасательные шлюпки на месте не пропало ни одной. Да и о каких шлюпках речь, если они остановились посреди сплошных ледовых полей? Встречаемся у антенны. Я засёк по радару, что в нескольких десятках кабельтовых виднеется далёкая суша. О ней упоминал капитан. Если по-прежнему никого из живых не обнаружим, дозаправимся топливом и вылетим в том направлении. Может, на этой суше найдём ответы на свои вопросы? Костя, связи с материком так и нет? Как и не было, командир. Я уже возле антенны. Я тоже подхожу? Добавил Сергей. Ждём тебя. Насосы для закачки топлива я приготовил. Хорошо, иду к вам. Спустя несколько минут Илья был на месте. А ещё через полтора часа, взяв припасы провизии и необходимого оборудования, трое пилотов окинули прощальным взглядом пустые палубы, забрались в салон вертолёта, взлетели и взяли курс на далёкую землю. Никто из них не заметил, как под днищем корпуса из воды показалась длинная изогнутая шея с непропорционально маленькой головой. Уродливое и грациозное животное проводило летающую машину бессмысленным взглядом и вновь опустилось в пучину. Учёные окрестили бы это создание плезиозавром. А то, что они совсем недавно принимали за дельфинов, были никто иные, как ихтиозавры. На планете Земля царствовала эпоха Мезозоя. Сделав крутой вираж, винтокрылая машина устремилась в неизвестность. Эпилог. В таком же параллельном измерении только в совершенно ином векторе временного континуума в одной из лабораторий атомохода Академик Рябышев приступал к секретному эксперименту. Лаборант Толик находился возле запущенного генератора, который должен был произвести прокол во времени, выбросив ледокол в абсолютно иную эпоху планеты. Лилия в кают-компании вкатывала тяжёлую тележку, Васильчиков направлялся к блоку антенны, старший механик Кузьмич заглянул в радиорубку Валентина, поинтересовался по распоряжению капитана Данилыча, нет ли каких радиограмм с материка. Старпом Брянцев только что сдал дежурство на капитанском мостике, и над всем этим в небе кружил вертолёт, приписанный к северной дислокации отдела метеорологии арктического региона. Эксперимент по проколу пространства только вступал в начальную фазу своего существования.